спонсор выпуска магазин драмов спирит товары для коллекционеров и дегустаторов сайт shop.dramovspirit.ru профессиональные дегустации в домашних условиях всем привет друзья добро пожаловать на канал 10 лёша и сегодня у меня просто эксклюзивный гость это игорь черский игорь черский друзья первый образователь алкогольный канал на канале 10 лёша да сегодня у нас совместный проект мы на фестивале . спирит репарк это москва петро бояковская сергей халецкий здесь всем заправляет приехали мы сюда для того чтобы проверить винокуров на прочность проверить их продукцию необычный формат сейчас вы все увидите игорь будет вслепую дегустировать вслепую вслепую не знаю что это за категория так скажем хорошо ты удивлен я удивлен да кто а что интересно это вторая часть первую часть по стендам мы с игорем прошлись 5 или 6 темпах мы посмотрели на канале у игоря здесь вот посмотрите но все охватить не успели поэтому сейчас будет долгожданное продолжение да я работал на его канале испытал свою печень сейчас мы будем работать с печенью игоря тем более она уже тогда более старая но поддерживаем все таки давайте побережем пойдемте посмотрим что здесь интересного представьтесь пожалуйста откуда вы меня зовут кандидат покажите мне бутылку сейчас игорь должен упадать что это за категория наверно самому интересно да как вот твоя продукция воспринимается со стороны иначе не вставлять что а ты ходишь просто не как дегустатор это одно зная специфику работы дегустатора и как это сложно я знаю много дегустатора у нас работает много людей это очень сложный туда емкий процесс который на самом деле ты такие эксперименты проводил я имею ввиду давал кому-то ну что игорь какие впечатления они пробовал давай это виски а теперь внимание так давай образец номер два это абсолютно неправда это абсолютно неправда понимаешь здесь скорее вопрос к винокуру да смог ли он передать своему своему дегустатору своем потребитель информацию это очень кайсный образец и опять же вершина кальвоноса на самом деле сколько он держится больше в среде ну маленькую точку когда нужно больше он еще на самом деле не супер профессий я могу сказать что даже вот этот кальвонос который подержит кошку сделал непрофессиональный это гораздо лучше вот этот кальвонос поделок когда они пока не сделали кальвоноса это пока еще все же печально так это не сместный ну да но он уже пахнет прям настоящими виски значит тут написано конечно какое это 50 градусов бучковая крепость потому что бучка тоже маленькая и соответственно это приз в солото шотландский очень известный 80 пм то есть это довольно высокая фенольность но я его делаю не чисто на маленькой бочке поэтому фенольность есть только во вкусе это нравится слушай прекрасно ты определил дымные виски это уже что-то прекрасные виски да у нас есть прекрасные части для его качественных продуктов но при этом есть государственные крупные не государственные при этом есть огромные частные корпорации да которые делают ужасный продукт в огромных количествах я бы хотел что-то добавлять спасибо тебе большое Игнат что спасибо вам Артем привет сейчас у нас небольшой эксперимент мы Черскому дадим два образца попробовать и он должен выбирать категорию вот расскажи в двух словах откуда ты и можно приступать так мы представляем команду вискидрин я наш конкурсант проверил свои рецепты на прошлый год все нужно показать на работе понятно редко читать в Москве в Москве ну мне кажется здесь очень легко здесь ты прям читаешь не не по посленно признакам читаешь это похоже на брейдер и френдер на брейдере у нас в школе делается тихо ну зачем фрукти нет не фрукти фруктовая правильно фруктовая правильно это сделано с продукцией фруктовая как фруктовая сливает осталось угадать фрукты фрукты да вначале были орифы потом и яблоки Горячо. 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 Главное зажигалку. Коничек. Раз, два, три. Не про яблоко. Не рассказал яблоко. Что у нас били? Я сразу сказал яблоко. Плюс-минус. Отлично. Четыре балла. Давай следующий образец. Свет замечательный. Да, конечно. Но здесь не стеклее. Я даже слепую не угадал. Не, угадал просто. Ромат нечто среднее. Горячо. 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 Я вам что-то зерновое. У кукла. Брайан ближе к живой. Чиниться. Ну, как они. Сружены не ногти. Больше сружены не ногти. Это очень симпатичный шук. Я думаю, наверное, дрожжевую виску в американском сфере делал, и будет больше виску. Я объясню, почему я угадал. Потому что обычно американские дрожжевые виски я не наимушаю. Это вкусный, я могу сказать. Поэтому я сразу его признал виски. Друзья, вот это то, о чем я много собираюсь. То, что вот многие пишут, что «спаси, никогда не повтори, там гасёт, там десятая, нужно ещё миллион лет, всё, Артём, спасибо тебе большое. Надеюсь, ты проверил свои напитки на прочность. Спасибо, мы пойдём на мой взгляд. Спасибо, ребят. Всё, спасибо большое. Ну, интересно. Мы на стенде у Антона Погожева. Помните, мы вспоминали про них на выпуске с ярославцами. Это стенд Антона. Здесь достаточно много интересных напитков с разным типом сырья. Вот, поэтому сейчас будет интересно. Два образца для Черского мы тут с Антоном пообщались, приготовили. Давай, Антон, рассказывай, откуда ты, чего и как, и наливай. Зовут меня Антон. Соответственно, овечный институт. Сам я из Москвы. Представляю сегодня. Сейчас овечный институт. Не просто она авиационная, так как я сам деятель авиации. Я занимаюсь управлением воздушных движений. Соответственно, я не обещаю. И предоставляю такие прекрасные напитки для людей, чтобы пробовать. Соответственно, буду угощать именно тем, что вы захотите. Здесь представлены сегодня бочковые напитки. Часть грунтовых. Вот. Синога. И... Ну, приятная работа. Очень близкая. На этом фестивале. Встречащий бект. Перевещен. Остречащий бект. Сотрацкий бект. Вообще, нет. Это одна часть, чтобы мне подрался в 40-мель. Но побольше. И дожица. Абсолютно. Удивительно классно сделано. Здесь те люди, которые мне говорят, что так... Самогон, значит, все, да. Все, что... Ну, что мы вообще плавно на этом фестивале так... самогон даже рядом не лежал севуха это хвосты вот этот трэш мне нравится люди, когда кто смотрит здесь потрясающе находятся очистки правильные дочки это в ваш взгляд что вы сейчас думаете к этому виски виски да, а что нет не виски а если виски то какой там? пшеной солодовый, пшеничный я думаю что солодовый дымный, не дымный дымный ближе ближе к твоей сайту ну вот Антон вот результат твоей работы видишь как люди воспринимают этот напиток что скажешь? я не могу сказать что это плохо да, я не могу сказать что это плохо но при этом при всем здесь не выяснили на сто процентов Сливовица вот Сливовица это 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 видимо авторские представления Сливовица потому что я не знаю что Сливовица в солодовом обрамлении Игорь, я надеюсь ты как бы не паришься ну не комплексуешь насчет этого потому что я думаю что я бы точно так же вот сейчас бы встал и сказал бы что это... мы сейчас воплощаем до 4 миллионов показаться тем что я не делал да ни хрена не понимаешь а вот это не правда я хочу сказать что я бы наверное выглядел точно так же то есть вряд ли я бы сто процентов определял бы сырье и это важный звоночек для наших винокуров передавайте вкус и ароматику это как раз говорит о том что наша замечательная виска ворвец пока мы пробовали Сливовица налили уже напили и налили другой уже напиток Соответственно, будем читать же пробок, правильно? В аромате вообще всегда насчет Тарбадон. Ну и что? Наверное, что этот Тарбадон... Это очень... Очень похоже, насчет здесь. Виталий! Валерий Куршович. У насчет Тарбадон. Я слышу. Об этом открытом. И другом, как всегда, субстаймом. И так правильно. Да, конечно. Валерий Куршович. Очень интересно вас видеть тут. Да, но точно не похоже на Токерова. В лицо персонажа-то похожего. Так, лицо Акул. А это интересная история. Очень интересная история. Амбон, спасибо тебе тоже огромное, что поучаствовал. Благодарю, ребят. Заходите еще. Вообще супер. Надеюсь, тебе было интересно. Да блин, ну, это референс, это хорошо, это круто. На все время, ребят. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста, откуда вы? Я из Москвы. Я из Москвы. В Европе. Отлично. Сейчас мы, Игоря, проверим на прочность. И проверим заодно вашу работу на прочность. Получилось ли вам передать вкус и аромат сырья в ваш напиток. Это Вадим, это Вадим. Хорошо любите жаловаться. Все напитки я попробовал. Все напитки здесь мы вставали. Только потише, чтобы Черский не слышал. Он нужно угадывать. И вот этот стол произвел огромное впечатление. На самом деле все напитки очень хорошие, прекрасные. Душевные, я бы сказал. И вот мы вот так все здесь обошлись. И вот здесь мы очень надолго с моим товарищем установились, разговаривали, оценивали. И вот все здесь нашло возник нашей душе. И на самом деле здесь есть и прекрасный биршнапс, уникальный из белькинского пива. И биршнапс просто из пива. Ну, не знаю. Наша оценка, ну, просто отличные напитки. Так, все, не спойлери. Хорошо, пробуйте, надеюсь, вам тоже понравится. Спасибо. Спасибо тебе. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Круптовый, цветочный. Очень необычный. Очень приятно. Круптовый, цветочный, это уже интересно. Ну, в первую очередь интересно, это бренди, да? Или зерновой какой-то напиток? Я больше не знаю, типа какую-то чашу, либо грампу, на каком скачке. То есть это больше бренди? Сложно сказать. Как мы уже много раз увидели на этом мастивале, люди, они, конечно, не секундательные, какого-нибудь. Они ставят софт, что делают это, что делают, и не сразу поможет какой-то дипломбе, да? То есть, ну, наверное, это меньше какой-то блоктовый голос. Я понимаю, что это дистиллят. Это выдержанный дистиллят? Да. Выдержанный дистиллят, да. Но как это называется, я тебе не скажу. Ну, скорее всего, это виноградный бренди. Это твой ответ. Твой ответ, да? Отлично. Теперь, внимание, правильный ответ. Евгений, крутите барабан. Вот так они трактурги не спят. Более того, это виски сделаны из пилов. И это смель, до него не предполагает. А-а-а-а! Смель, до него не предполагает. Смель, до него не предполагает. Это, когда он стоит зато, чтобы его там манчат. И это еще бывает на протокол. Почему мы здесь не вершину, а мы посылали к этому бочке, как дали... Собирали, сношли, сношли. Смель, до него, до него, до него, до него... Смор. Погнали, следующий напиток. Вот этот вот. Евгений, крутите барабан. Мой папа когда-то сделал прекрасную огурцовую рассолку. Использовал укроп. Плюс обычный для рассол. Он взял прекрасно наоборот. Здесь не то приятно. сразу подскажу это довольно непростой непростой напиток задание сложных большинство смотря давай три варианта даем виски ром кальвадос три варианта а 4 пески ром кальвадос три подсказки бинго вот что-то я угадал браво право спасибо огромное спасибо поехали третий образец здесь ты посидел с ним побольше я так понял минут 10 слушая сам даже не знаю что евгений где бутылка дай бутылку евгений что за виски расскажи пожалуйста держи и все бочка там бочка и бочка на чем дело спасибо спасибо я соглашусь что продукция вот это виска сонят давайте покажу вам критику чтобы вы могли найти в контакте я так понимаю что основной занятие это продажа как раз оборудована мы продаем и получим да 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 выбор вот да вот вот пройдет курс там за полтора года перечитает все формы потом понравится отличная оборудование потом получите а еще игорь раз вот и вот в эту тему погружаешься я думаю наверное людям интересно было бы чтобы ты приглашал самогонщиков на свой канал и ну дело какие-то выпуски с нашими самогонщиками нашими вина порами я и так стараюсь делать все же интерес к этим выпускам он не очень высокий к сожалению да абсолютно всегда лайкают 5 самых дешевых критиков из кб вот это будет хайп это будет побои это будет трэш это будет говно трэш и говно вот это интересно и даром сергей швуров пел любит нас всякое говно посмотрите слабый грамма вот и я думаю этот отчет густо в этом да вот и к этому и к сожалению темно да но развивается территория к заварсу геппетку я собираю один из больших талантов да которые делают не говно которые убьют что у масс-маркет с кошмарными продуктами за имя шедевр истинные подлинные шедевры которые делают наши российские таланты спасибо игорь спасибо но наверное на этой ноте мы и закончим этот выпуск потому что мы напробовались наверно уже хватит евгений спасибо игорь спасибо надеюсь мы тебе все-таки кого-нибудь то отправим и звенокуров и ты с кем-нибудь посетишь да а по дегустирующим